Главред. Украина. Теплая ванна Петра Алексеевича, или как Тур Порошенко превратился в личный позор. Михаил Подоляк. Главред. Украина. 18 марта 2019 года. Президент искренне верит в свой собственный миф и стоически продолжает ходить по митингам и выслушивать о себе тонны негатива. Но иногда все таки надо остановиться и посмотреть на себя со стороны. Да, это сложно. Иногда невыносимо. Но необходимо. Действующий президент Петр Порошенко затеял грандиозный рекламный тур по стране. Ради чего? Ради презентации каких-то собственных управленческих успехов и ради рекламы собственного торгового предложения, заключите со мной новый пятилетний договор. Но какие реальные успехи есть, что именно можно презентовать? И почему вместо откровенного доверительного диалога в итоге случился столь оглушительный многосерийный скандал? Потому что между двумя мирами, президентским и общественным, слишком большая разница. И как следствие, тур, затеянный с такой помпой, все больше и больше напоминает тур личного позора. И совсем не важно, что окружение неистово убеждает себя и кандидата в том, что это всего лишь технология оппонентов, агентов и просто тех, кто неправильно думает. Нет, не технологии. Потому что при успешном менеджере общество не позволит подобной технологии. Оно ведь ему верит и не сомневается, что этот менеджер, совсем не про коррупцию ближних. Еще один немаловажный аспект – это ощущение самого Петра Алексеевича. Очевидно ведь, что тур проходит совсем не так, как он планировал. Даже на Западной Украине и близко нет обожания той теплой ванной, в которую тебя так сладко погрузили. Сплошь ненависть. И какое же объяснение всему этому дает сам Петр Алексеевич? Разумеется, проще простого – сказать себе, что это купленные провокаторы. И что на самом деле тебя сильно любят и боготворят. Ты искренне веришь в свой собственный миф и стоически продолжаешь ходить по митингам и выслушивать о себе тонны негатива. Можно ли это остановить? Нужно. Попробовав перевести кампанию в несколько развернутых интервью, где рассказать о реальной Украине, ее проблемах, о своих провалах и доказав, что можно иначе. Впрочем, нет. Для этого нужно быть другим человеком. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...